В город приезжают тысячи отдыхающих, местные ходят по улицам и не утруждаются донести бутылки, фантики и прочий мусор до урн. Более того, море бросают, а ведь за чистотой воды никто не следит. Дикие пляжи, места, куда в основном на пикники выезжают и в свалки превратились. Для два вопроса решается одновременно, город станет чище и деньги появятся дополнительно. Это предложение такое. Можно же создать специальные патрули, либо наделить полномочиями ППС. Смотреть больно, Востоц уже город превращается. Дайте мне 10 минут для ответа или нет. Успешно практикуют, почему бы не попробовать у нас. Нет, минута, Валерий Владимирович. Немножко не хватает законодательства, что мы сейчас делаем. Вот посмотрите, решений будет вообще два. Можно мы не коснулись одновременно, но немножко я коснусь. Смотрите, впервые за всю историю мы выделили достаточно серьезные деньги на благоустройство пляжей. Я бы хотел очень серьезно, но четыре пляжа, я не буду говорить про все пляжи. Пляж Омега, Учкуевка, Парк Победы и Хрустальный сделать другой порядок. Чтобы люди сказали, что на пляжах стало значительно лучше все дело работать и упираться. Для этого теряем бюджет и деньги. А что делать с теми территориями? Ну, условно говоря, скажем, мы с Песочной, рядом с вашим госпиталем, а народ туда на машинах заезжает и совершенно вульгарно бросает весь мусор на этой площадке. Вот я, к сожалению, должен сказать, предполагаем перекрывать дорогу из тех машин, которые заезжают, брать деньги на уборку этой территории. Потому что, ну, надо же где-то взять эти деньги. Если было в бюджете денег много, я бы говорил, давайте там уберем, денег не хватает, естественно. Поэтому этим вопросом будем заниматься. Следующее, для того, чтобы сегодня длинуться в этом вопросе, мы создали инспекцию по благоустройству. Там немного людей, 7 человек, но вот она конкретно должна будет заниматься тем, о чем мы говорим. Может быть, одна из вопросов, это, значит, совершенствовать нормативную базу. Значит, ну, прописан сложный порядок, потому что сегодня просто так никто никого оштрафовать не может. Это, ну, грубо говоря, мы должны составить акт в присутствии работника милиции. Значит, надо отдать в административную комиссию, которая работает при райадминистрации, они должны составить протокол о вынесении штрафа. Это пошло вам домой, вы заплатили штраф, никто не платит. Мы должны обратиться в исполнительную службу. Исполнительная служба должна, значит, в суд, если надо, там идет. Это, значит, целая процедура. Я уверен в чем. Можно я вас поддержу? Без жесточайших штрафов за нарушение правил благоустройства не обойтись. Почему? Вот такие мы люди. Я привожу пример, скажем, Сингапур. Ну, как бы не относиться, у них идеальный порядок. Но если вы бросили на улицу жвачку, штраф 600 долларов. Вы знаете, никто абсолютно жвачку на улице Сингапура не бросает. Ну, просто я говорю, это надо немножко усовершенствовать систему. Но мы занимаемся этим вопросом. Я еще раз хочу сказать. Она, конечно, не такая простая, потому что здесь надо увеличивать число урн. Урны, которые стоят в городе, не соответствуют тому, что, ну, скажем, у нас происходит летом, но там сходу не получается себе решить вопрос. Стоит вот такая урночка. Кто-то поставил туда двухлитровую бутылку. Что? Ничего. Значит, больше мусор бросать некуда. Я просто хочу сказать, ну, параллельно идут ведь какие-то процессы. Вы обратите внимание, мы денег не вкладываем. То, что параллельно сегодня, значит, предпониматели, значит, образовали систему сбора пластиковых бутылок, это уже не наше дело. Вы понимаете, да? То есть мы сегодня, вот, вы обратили внимание, мы же каким методом сегодня действуем. Мы в некоторых ситуациях очень серьезно помогло бороться со свалками. Знаете, что? Мы отдали эти места под МАФ. МАФы сразу, значит, побороли всех, кто хотел там выбросить мусор. Сходу. То есть они сразу нашли решение, кто-то пришел, они все это дело закрыли. Мы серьезно занимаемся сегодня в Ленинском районе. Мы же, видите, строим площадки специальные для сбора мусора, чтобы это было красиво. То есть выгораживаем для того, чтобы все это делаться, скажем, сделать. Вопросы благоустройства для меня очень больные вопросы. Поэтому ставим точку и идем на улицу. Здесь мелодию даете. Женя, вы на связи? Валерий Владимирович, житель Нахимовского района Севастополя. Артем пришел сегодня на площадь Ишакова для того, чтобы задать вам следующий вопрос. Да, но я в продолжение предыдущего заданного вопроса хотел бы уточнить. Ваши шаги по наведению порядка в городе понятны. А что касается лесной зоны, где захламленность бытовым и строительным мусором превышает все нормативные пределы. Что можете сказать по этому поводу? Я могу вам сказать, что с Бахчисарайского района на мусор никто не возит. Я хочу продолжить. Безусловно, я согласен. Будем наводить порядок. Но я вот сейчас будет руководиться, меня с руководителем лес Хузага. Я бы хотел, вот знаете, вот я ИСС говорил, я бы хотел сказать так, что как ни странно, в городе практически вся земля имеет своих собственников. У нас есть договор аренды, в договорах аренды везде прописан. Значит, арендатор берет на себя обязательства содержать эту территорию в полном порядке. Сейчас с точки зрения благоустройства. Вот я просто уже, когда мы беседовали с потенциальным, ну не с потенциальным, а будущим руководителем лес Хузага, я сказал, слушайте, люди дорогие, или вы нам передаете эту территорию, значит, городу, тогда уже мои это проблемы, потому что там уже будем думать, с коммунальными сложными решениями. Или будьте любезны, обеспечьте защиту всех этих лесополос. Ну, скажем, у нас есть дорога обездная, там, на Камышовую бухту, есть у нас там, ну как, орехи растут, помните? Они тоже в плохом состоянии, надо думать, как их менять. Ну, земля, лес Хузаг. Значит, если вы сегодня пользователь этой земли, договор у вас, обеспечьте порядок на всей территории. То есть подход будет такой. Мы, конечно, будем помогать. У нас есть деньги, которые мы планируем на вывоз от свалок, но их вывозить можно не непрерывно. Просто непрерывно вывозить, потому что мы вывезли, а кто-то раз, принес машину мусора и вывез, то есть высыпал. Поэтому в данной ситуации будем двигаться с двух сторон. Требовать от всех пользователей земли наведение порядка на их территории. С другой стороны, если сегодня, ну, условно говоря, мы не видим другого пути, ройте траншею, чтобы никто не проехал и не высыпал мусор. Будем заниматься этим вопросом. Я согласен с тем, что сказал молодой человек, но я хочу повторить, с чего я начал. Где же те плохие люди, где они живут, что они так мусорят наших лесопосадок? Тамара Николаевна, как вы считаете? Давайте ваш вопрос, потому что мы сейчас уйдем. У вас две любимые темы. Возвращаемся к конкретному. И как город сделать чище? Все темы любые имеют. Вы упомянули кооператив Гераклийский, который задерживает сдачу своего жилого корпуса. Существует информация, что та же корпорация сейчас начинает строительство на Фадееве 21. Так вот вопрос от Гусяковой и Надежды Васильевны. Корпус Г, Фадееве 21. Придомовая земля незаконно выделена застройщику на детской площадке. В результате строительства дом съезжает к этой площадке. Просим разобраться с законностью выделения. Разбирали. Законно. Я просто хочу сказать так. Для того, чтобы не было таких вопросов, я призываю всех жителей города Севастополя. Дорогие мои жители города Севастополя. Давайте наведем порядок с нашими придомовыми территориями. Для этого надо создать ОСМД и отвезти эту территорию. Мы сегодня с начальником ЖКХ, не зависимо от нашего вопроса, обсуждали вопрос. Вот этот, который вы говорите. Вплоть до того, что давайте подумаем, какой-то бонус вводить для того, чтобы, может быть, за счет бюджета отводить землю. Мне кто-то на блоке задал вопрос. А я вот хочу дома сделать полисадничек и за ним ухаживать. Тоже не вижу ничего плохого. Единственное, я бы хотел, чтобы вы отверли придомовую территорию вокруг дома. Давайте сделайте какой-то забор невысокий, 70 сантиметров, красивенько сделайте и ухаживайте за этой территорией. Это ваша придомовая территория. Это ваша зелень, это ваши деревья, которые растут в ваших, так скажем, окон. Вы защитите вот эти свои полисадники от машин, потому что машина, по секрету говорю, чтобы никто не сажал, тоже жители этого дома. Но, тем не менее, вы должны стать хозяевами этой территории. А тогда не будет этих вопросов. В чем проблема есть? Проблема есть в том, что у нас есть, мы неохотно идем, эти решения принимались. Я не работал главой администрации. Мы неохотно обычно идем решения, которые касаются уплотнения. Архитекторы, кстати, с нами не согласны. Но, условно говоря, сложилось так, что эта территория по генеральному плану предусмотрена для строительства дома. Скажем, один дом сверху построили, снизу построили, а там по каким-то моментам не построили. Жители с чего говорят? Не надо нам никаких ваших домов, не надо нашей стройки. Есть у социологов понятие магазин. Все хотят, чтобы магазин был рядом, никто не хочет, чтобы магазин был в его доме. Вот когда что-то строится, никто не хочет, чтобы строилось рядом. Он говорит, стройте вот там вот, а здесь мы не хотим никаких строек. Жизнь есть жизнь. Сейчас закон ввел такое тоже понятие, как общественное слушание. Вообще, детальный план территории выносится на сессию после того, когда он прошел общественное обсуждение. Давайте вместе обсуждать эти дела, решать вопросы. Безусловно, власть, ее задача власть это обслуживать интересы избирателей. Значит, где вот эти интересы большинства совпадают и не совпадают, ну это надо просто взвешивать и решать вопросы. Но по этому вопросу я проверял ситуацию и закона. Так хочется больше вопросов задать. Мало ли ничего на улицу выйти. Да я и так коротко отвечаю. Сейчас мы даем Ивану время для вопроса. Ване, ваш вопрос. Да, я очень бы хотел продолжить тему СМД, но я надеюсь, мы к ней еще вернемся все-таки. То вы меня пригласите на эфир, и мы с вами будем. У нас интересный вопрос наших зрителей в этом отношении с точки зрения юридической. Но все-таки сейчас вопрос следующий. И вы неоднократно и руководители страны, отчитываясь тоже за год деятельности, и президент, и админ, говорили о командах. Их командах, вы говорили о вашей команде. Ваши команды друг друга слышат? Вот вы, ваши представители ездят в Киев. Вы сегодня на эфире неоднократно говорили, что вы хотите привлечь инвестиции, скажем так, в госбюджет. Вы и глава городского совета много говорили о том, что недостаточно, допустим, денег за компенсацию пребывания Черноморского флота. Пока, я так понимаю, результатов нет. Насколько слышит вас Киев? Киев вообще слышит хорошо. Я могу честно сказать, у меня каких-то вопросов, что не слышит, вообще нет. Проблема сейчас состоит в чем? Государственный бюджет в плохом состоянии. Вот из-за этих внешних долгов и так далее, и так далее. То есть, ну, серьезно в плохом состоянии. Я объясню почему. Потому что, ну, я скажу так, вот реализации программы очистных сооружений по Севастополю без личного патронажа президента был бы невозможен. То есть, просто вот, когда мы с Виктором Федоровичем встречались, вот просто хочу сказать, у нас президент, который, в принципе, владеет, у него великолепная память, он владеет вопросами по каждому региону. Значит, он мне задает вопрос. Ты собираешься заниматься очистными сооружениями? Это, кстати, разговор был до указа, это вот по Черному морю, это разговор августа прошлого года. Я говорю, не только собираюсь, встречаю, считаю, что одна из важнейших вопросов экологии города Севастополя это очистные сооружения. Ну, очевидно, я ответил правильно, потому что намечена программа, и то, что мы сделали в прошлом году, вот то, что я говорил там, значит, фронтовое, верхнесадовое, ВИР, значит, сейчас занимаемся Андреевкой. В этом году должны строить очистные сооружения в Ласпи. Это очень серьезно. Ну, я скажу так, за свои деньги нам этого дела просто не решить. В этом году, ну, правительство, у меня есть еще одна же проблема, мы ее, так скажем, не касаемся, в этом году исполняется сто лет нашему театру. Надо ремонтировать театр, надо ремонтировать. Я, ну, я вот когда бываю в театре, мне стыдно смотреть на те, значит, кресла, которые стоят в нашем театре, стыдно смотреть на пол, который, так скажем, находится. А на сцене вообще, так скажем, все не очень хорошо. Я не беру... Ну, Валерий Владимирович, в день театра у нас был Магар, он очень благодарил и вас, и правительство за то, что летом начнется ремонт. Ну, мы готовимся к этому. Надо строить, вот сейчас там Мартыновский коллектор, вот нам деньги государство дает на честные сооружения. Один вопрос, который бы для меня сейчас, ну, самый больной, это, конечно, вот как договориться, что нам помогли строительство вот этого моста, который мы сегодня вспоминали, значит, железнодорожного на Хиловский район. Но, тем не менее, слышно. Я просто понимаю, что государство, к сожалению, сегодня очень ограничено в ресурсах. Черноморский флот. Ну, это вопрос межгосударственных отношений вообще сложно идет. Но он идет. Вот, условно говоря, те поручения президента, которые он нам давал летом, осенью, они все или выполнены, или в стадии решения. То есть мы, вот, ну, есть поручения, я просто видел эти поручения, министр национального дела России по отработке вопросов, которые мы ставили. Это касается и пребывания Черноморского флота, и инвестиционных проектов. Планируется заседание в июне комиссии, подкомиссии по Черноморскому флоту, нашей, Украино-Российской или Российско-Украинской, где будут вопросы, в частности, обсуждаться инвестиционных проектов. То есть все эти вопросы, они имеют движение. Но, значит, в Севастополе не можем, так скажем, некоторые бюрократические вопросы упасть. Теперь представьте, что это крутится механизм, один государственный механизм украинский, второй российский. Двигается вопрос, оно медленнее, чем бы мне хотелось. Но мы занимаемся этими вопросами. И самое главное, что ни один вопрос не стоит, они двигаются. А мы выходим еще, Женя, к вам на связь. Пожалуйста, давайте ваш вопрос. Еще один вопрос у нас на связи Ольги Филиппова. Пожалуйста, добрый вечер. Хотела спросить, настолько высокие цены в городе на все, и такие низкие зарплаты и пенсии. Как жить людям? Спасибо большое. Жить тяжело. Я хочу сказать, что это, наверное, самый больной, самый большой вопрос, который сегодня есть. Это то, что наши люди очень бедны. Но проблема, опять же, состоит в том, что, к сожалению, большого нет ответов на этот вопрос, кроме того, что я скажу. Без поднятия нашей экономики решить проблемы заработной платы невозможно. И для этого мы все делаем, для того, чтобы в этих вопросах двигаться. Я вот сегодня, ну, не буду говорить, если состоится там с одним инвестором, он собирался инвестировать в Севастополь. Я говорю, вот что тебе нужно сделать? Я вот для того, чтобы ты построил в нашем городе, готов сам лично носить все твои бумаги. То есть, как ни странно, но нет других ответов. Если мы не сделаем более серьезным реальный сектор экономики, не привлечем эти инвестиции, можно очень долго говорить, но ничего не будет меняться. Поэтому первый момент – это вложение денег в реальный сектор экономики. Второй момент – государство, конечно, должно думать о том, чтобы максимально делать механизмы, которые смягчают все вот эти вопросы жизни для наших малобеспеченных людей. Я хочу сказать, ну, я глубокий сторонник того, чтобы мы все-таки сегодня, государство переходило на адресу социальную помощь. И, соответственно, все выплаты, которые должны осуществляться в адрес малобеспеченных слоев населения, должны осуществляться адресно. А остальные должны больше работать. Я так откровенно говорю, как есть. Но занимаемся этими вопросами. Государство прекрасно, президент лично, премьер-министр понимает справедливость вопроса, которые задала женщина. И вопрос номер один – это вот решение этого вопроса. Но все остальное так или иначе будет нанизываться для того, чтобы эти вопросы решать. Я еще раз говорю, можно сказать, что без инвестиций в реальный сектор экономики изменить ситуацию по заработной плате не получится. Без изменения уровня заработной платы не получится изменить ситуацию с пенсией. Без пенсионной реформы не удастся резко увеличить пенсию. Все, круг запросов. Надо делать и все решать. Валерий Владимирович, уважаемые коллеги, давайте советоваться. У нас есть еще один вопрос, хотят с площади Ушакова спросить. На площади холодно, надо дать площади. И что делаем? И Руслан у меня. Нет, я думаю, что площади первые, а потом дальше. Только коротко, пожалуйста. Женя, вы готовы? Да, мы готовы задать свой вопрос. Представитель молодежи, очаровать на девушку. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, бурмистрова Наталья, Гагаринский район.